Всем привет, друзья! NetEase — это очень крупный игрок китайского игропрома, который, в частности, по лицензии от Blizzard, руководит Blizzardскими играми в Китае. В Diablo, WoW, StarCraft китайцы играют именно через NetEase. Но вместе с тем NetEase делает и свои собственные игры, например, такую классическую азиатскую MMORPG Revelation, которая в конце прошлого года вышла в стадию открытого бета-тестирования. Дико подумать, конечно, но есть такая вот китайская родственная связь между Revelation и World of Warcraft. В свою очередь, российская Mail.ru, о которой каждый из вас наслышан и имеет какое-то своё мнение, в России локализует китайскую Revelation, что фактически прокладывает узы от Blizzard до Mail.ru, что само по себе довольно занимательно. Blizzard делает игры, которые в Китае локализует NetEase, которая делает игры, которые в России локализует Mail.ru. И теперь, когда китайский игропром обратил на себя таким замысловатым образом наше внимание, давайте взглянем беглым взглядом на эту самую Revelation этого виртуального голубя мира, курсирующего между частями света. Итак, перед нами азиатская ММО. И если вы почитаете различные отзывы, включая обзор на самом Mail.ru, который к гадалке не ходи был написан под надзором издателя, то вы там несколько раз прочтёте ключевые гипнотизирующие слова. Мол, в Revelation нужно играть долго. Это MMORPG для глубокого погружения, для методичного доведения своего персонажа. Это приличная форма, чтобы пацанам не стыдно было на глаза показаться. Такую мысль до нас в довольно настойчивой форме доносят. И, кстати, что касается формы. Вот первое, что бросается в глаза, что нельзя развидеть, и о чём странно было бы промолчать, это довольно дикий облик всего в этой игре. И в первую очередь это касается, наверное, лиц, потому что к бронелифчикам на всех от мал до велика и прочим непременным атрибутам азиатского быта мы уже привыкли. Лица вызывают очень противоречивые эмоции у меня здесь. и ставят меня в тупик, потому что хрен поймёшь, ребёнок перед тобой или кормящая мать. По 20-сантиметровым каблукам ориентироваться нельзя, они тут опять же могут быть на ком угодно. Там по росту тоже нельзя. И есть, видимо, какая-то печать детскости на лицах детей в этой игре, которую нужно научиться узнавать, но я пока в этом деле не преуспел, потому что едва начинаю что-то понимать, как тут же игра меня обламывает очередным разрывом шаблонов. Мне интересно вообще, как Mail.ru будет всю эту катавеси объяснять Роскомнадзору. И всё это происходит под местами русскую, а местами китайскую речь, местами в сопровождении стилизованной под иероглифы кириллицы, а местами в сопровождении самых обыкновенных иероглифов. Правда, да, это бета-тест, и если почитать факт на официальном сайте, то нам обещают локализацию довести до ума и российских игроков от китайского языка оградить. Более того, локализаторы грозятся даже адаптировать облики некоторых персонажей под неготовую пока что к азиатским откровениям публику. И вот, кстати, каламбур получился с названием игры, без него было нельзя. При этом надо отметить, что Revelation — это самый масштабный проект с точки зрения локализации за всю историю игрового департамента Mail.ru. Общий объем текста в игре — 25 миллионов символов, уверяют в Mail.ru. Окей, верю на слово, в четырех томах «Войны и мира», если что, около трех миллионов символов, то есть примерно в восемь раз меньше, чем в Revelation. Поэтому либо кто-то что-то преувеличивает здесь, либо на прочтение всего Revelation у вас уйдет больше времени, чем можно было подумать. И я до сих пор не могу взять в толк, что в азиатских ММО творится с косметической кастомизацией персонажей. Я еще готов принять уместность боевых латексных чулок, но на кой хрен мне на голове панда? Это признак достатка или ума, или остроумия, или сахарного тростника? В общем, я не всегда понимаю набор украшательств, предлагаемый в этой игре, да не только в этой. Что до геймплея, то он желающим познакомиться с игрой покажется до боли знакомым. И здесь предусмотрена замысловатая система стихийных скиллов, есть элемент воздушного паркура, когда мы летаем в анимешных позах, притворяясь волшебным человеком-пауком, но в целом все происходящее на экране не вызывает удивления, опять же, если не думать о лицах. И, наверное, самый важный геймплейный момент, который нужно озвучить, это возможность выбора в таргет или нон-таргет мы хотим играть. Переключатель находится прямо в меню игры. Сюжет, как мне кажется, многие ММО черпают где-то из одного банка сюжетов, где-то их раздают, причем все одинаковые. Мы начинаем в маленькой уютной деревеньке, где в достатке рис, крабы и лапша, а единственные враги наша вредная, но сексуальная подруга из фантазии любого нормального китайца, да добрые антропоморфные сорняки, на которых мы срываем злость и без опаски получить сдача. Наш уют, конечно, будет нарушен волной хлынувших в одночасье страховидл, которых никто не видел уже тысячу лет, или сколько там, под предводительством загадочного злодея. Страховидлы превратят нашу деревню в руины и прибьют добрых аборигенов, а в нас проснется сила избранного, способная дать отпор захватчикам. Но они вернутся, обязательно вернутся, а чтобы не вернулись, нам нужно выйти из зоны комфорта и отправиться на большую землю, где мы встанем на скользкую дорожку наемника и карьериста под предлогом спасения родной деревни. Сами решайте, друзья, насколько это оригинальное начало. В отличие от некоторых ММО, здесь нас за ручку вводят довольно долго, и сюжет развивается сам собой, но на стопах примерно до 35 уровня. Это период активного обучения, после которого мы будем предоставлены сами себе на какое-то время и получим возможность применить накопленные в обучении знания. Ну и далее начинается бесконечный путь совершенствования персонажа с раскрытием внутренней силы оружия, требующего крови энного количества живых существ, с рейдбоссами, гилдворами, крафтом, осадами замков и всем тем, зачем люди и играют в MMORPG. Так что, с одной стороны, нами, конечно, манипулируют, с другой, нами и так везде манипулируют, зато бонусом идет развитая система гильдий. Вся гильдейская кутерьма начинается с 20 уровня, когда мы формально получаем право в гильдии вступать, причем социальный элемент здесь почти принудительный, так как бонусы, которые наш персонаж может заработать, имеют вполне практическое значение конкретно для игрока, а не только для окружающего его общества. Исправно работая на благо общины, сдавая лут в общую казну и выполняя несложные, но скучные и рутинные ежедневные гильдийские квесты вроде прополки грядок, персонаж улучшает атаку, живучесть умения и получает бафы. Не говоря уже о том, что рейд босса и осады замков, суть которых нам в целом знакома по другим ММО, составляют важную часть ревелэшна, понятно, недоступны солирующим игрокам. Вообще, осады — это самый жирный кусок ПВП в этой игре. Осады замков длятся по два часа и, как и водится, со стороны напоминают копошение в муравейнике. Это массовые замесы, отличный полигон для мордобоя и, как говорят опытные игроки, открыты даже для небольших гильдий. Понятно, что лучшие куски пирога достаются топ-кланам, но даже кланы поменьше в состоянии отбить себе немного недвижимости. Так что вы, конечно, зайдя в ревелэйшн, можете сторониться гильдий и бродить по игре в гордом одиночестве, но, вероятно, в таком случае вы ошиблись с выбором игры. И, понятное дело, монетизируется эта фри-то-плейная игра через донат. Месяц премиум аккаунта, 128 кристаллов, 200 кристаллов, друзья, самое интересное в этой игре, на мой взгляд, это ее целевая аудитория. По косвенным, имеющимся у меня данным, ЦА здесь люди от 18 до 26 лет, при этом на официальном сайте стоит отметка 12+. И надо сказать, что диалоги, персонажи и сюжет здесь апеллируют скорее к внутреннему миру любителей аниме, которые втайне переживают о непростой социальной жизни японских школьниц. Это при всем уважении к анимешникам. Я попытался так завуалированно сказать, что творится здесь, конечно, полный детский сад, и если человек 26 лет будет в это играть, то причина на это может быть любая, но только несмысловое, несюжетно-диалоговое содержание этой игры. Это с одной стороны. С другой, перед нами надо думать о смысленной работе китайских психологов или, по крайней мере, разбирающихся в психологии сценаристов. Я хочу верить, что у всего происходящего здесь есть какое-то обоснование. И в головах у целевой аудитории, положим, у 18-летнего юноша, а может быть и 12-летнего, с точки зрения китайского разработчика, вот такой образ соседствует с вот таким. Смешались в кучу люди, кони, бронелифчики, мускулистая массовка, мрачные злодеи, обувь для стриптиза, девочки с большими невинными глазами и пороки китайского правосудия. На каком основании вы обвиняете моих друзей в таких страшных преступлениях? Вот такие у меня возникли ощущения, впечатления от знакомства с бета-тестом Revelation. Большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго, до скорых встреч. Иллюживо! 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 Иллюживо!